Начинается программа «Разворот», её особый выпуск в середине недели – «Культурная среда». И сегодня в этой студии, ну, проведу программу я, Олег Пека, мне поможет Евгений Копин за звукорежиссёрским пультом, и сегодня в нашей студии мецо-сопрано, приглашённая солистка латвийской оперы и также Литовского национального символического оркестра Анастасия Лебедянцева. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, как всегда, мы поговорим, обсудим те события, те концерты академической музыки, оперной музыки, которые пройдут в ближайшие дни, буквально на этой неделе и в начале следующей. Заодно, может быть, и поговорим как раз и о тех произведениях, о музыкантах и, конечно же, об опере. Ну вот, если действительно мы видим, что всё переходит, пока переносится в Юрмалу, и самые главные события – это как раз-таки события Юрмальского фестиваля. В 24-го числа, вот сегодня, будет большой концерт, в котором будут участвовать Кристина Баланас и Джордж Харлеоно в сопровождении оркестра Юрмальского фестиваля «Дирижёр Айнарс Рубикис». И прозвучит фортепианный концерт Чайковского и скрипичный концерт Мендельсона. Также, вот, 25-го июля, одно из таких редких событий, которые происходят вне Юрмалы, произойдёт открытие концертного зала в Энспилсе, концертный зал Латвии. Об этом, кстати, очень много писали в латвийской прессе. Вот новый зал, и на открытии 25-го и 26-го июля будет специальная программа «Дирижёр Марис Сирмайс», и будет специально написанное для этого событие Вилнисом Шмидбергсом фанфары открытия, и также будет премьера тоже оратория, оратория Раймонда Тигулиса «Юрос Стасты», и это будет всё 25-го и 26-го июля. Кстати, вот говоря про открытие новых залов, достаточно ли, вот, на ваш взгляд, просто залов концертных для, ну, такого рода мероприятий? Я знаю, что в Рое буквально сейчас открылась большая тоже летняя эстрада, но вмещающая около тысячи человек, там, по-моему, тысяча сидячих мест, тысяча ещё человек может стоять, и, в принципе, это такое ещё одна площадка для, ну, проведения не только, я понимаю, конечно, классических концертов, но и эстрадных мероприятий, но, тем не менее, очень хорошая акустика. Ну, нас туда просто заводили, я был на экскурсии, и нам показывали это новое место, и я поразился тому, насколько звук действительно, вот, сказанное что-то буквально шёпотом со сцены слышно во всём зале, очень-очень хорошая акустика. Это важно для певцов. Интересно, как певцам, знаете, одно дело зрителю, другое дело петь. Всё-таки это тоже такие вещи. В опере иногда сидишь, кажется, всё здорово звучит, а выходишь на сцену и понимаешь, самому-то тоже нужно спеть, чтобы зритель тебя услышал, ему было хорошо слышно. Вот, поэтому тут тоже, тут, как бы, две стороны взгляда, да, взгляд зрительский и зрительский слух на акустику, и также, вот, с другой стороны, певец и музыкант. А есть, скажем, на сцене действительно такие, как это сказать, ну, слепые, немые зоны, вот, где не слышно? Конечно, конечно. В нашем, например, театре, в Национальной опере латвийской, с левой стороны, вот, если смотреть на зал, с левой стороны есть яма для певца, а для зрителя это с правой стороны, ближе к оркестровой яме, и с левой также стороны тоже некие ямы, и поэтому говорят, что лучше портер первые ряды не брать. Вот, вроде всё будет видно, но в то же время не всегда хорошо слышно. Потому что, например, актёры театральные, у них, вот, они, зная свою сцену, они им иногда даже позволяли, я знаю, себе какие-то фразы партнёрам, но там не по тексту, зная, что зритель это не услышит, ну, просто вот они могли там переговариваться. Да, такое есть, особенно в старых театрах, в старых залах до реконструкции. А вот, возвращаясь к вопросу о концертных залах, насколько действительно вам кажется, ну, есть потребность в большом концертном зале, ведь сейчас снова, ну, начались разговоры о том, что Риге требуется большой концертный зал в центре города, некоторые считали это, ну, скажем так, роскошью, то есть это трата денег, кто-то говорит, что наоборот, ну, вот мы вкладываем деньги, но мы рассчитываем на то, что это привлечёт и туристов. На мой взгляд, это обязательно нужно делать и надо развивать, потому что это привлечение, опять-таки, и туристов, и также привлечение своих собственных граждан, жителей к искусству, потому что, согласитесь, всё-таки арена Рига – это не зал, предназначенный для классических концертов или для оперного пения, предположим, да. Одной оперы и, скажем, одного зала концертного «Дзинтери», который сейчас очень хороший после реконструкции, особенно вот который маленький, закрытый, там потрясающая акустика. У меня знакомые, кто пел там, всегда рассказывали, что очень хорошо поётся и звучит всё хорошо. Этого мало, этого мало. Если мы развиваем музыку, развиваем пение, оно так популярно, с каждым годом становится всё больше и больше, то, соответственно, надо стараться всё-таки и залами тоже расти. Я понимаю, что есть ещё одна проблема, если привозить большие симфонические оркестры. Ну вот я уже слышал о том, что очень тяжело даже на сцене в «Дзинтере» разместить большой, там не хватает места для музыкантов. Я там выступала однажды, несколько лет назад, с Татарстанским национальным симфоническим оркестром, но мы все там разместились нормально, всё-таки большой зал в «Дзинтере», он годится, но маленький – нет, а зимой, например, какие-то концерты. Как же вот? Есть ещё зал гильдии очень хороший, там очень много проходит концертов, но он тоже, опять-таки, сам по себе зал не настолько большой. Вот в том-то и дело, что есть проблема ещё и в зрительных местах. В зоне зрительской, да. Поскольку одно дело, это большая или, ну, достаточная сцена, но когда привозятся большие артисты, понятно, что это большие расходы. Народ повалит, и народ захочет послушать. И просто нет места, вот все желающие не могут просто попасть на этот концерт, и кроме того, ну, или тогда приходится делать очень дорогими билеты, а это сразу отсекает очень большую часть, ну, понятно, что хотелось бы, чтобы посмотреть. Очень, особенно если мы говорим о звёздах первой величины, да, вот мы будем про оперы, я буду больше об операх говорить, да, вот, скажем, Анна Нетребко, Элина Гаранч, это топ, это топ-10, топ-100, я не знаю, как правильно назвать, это лучшие певицы, да, мировые, вот, которых знают все, они раскрученные, они очень талантливые, несомненно, и о них все знают. Есть не хуже, но не такие известные, вот, если говорить об этих величинах, то, конечно, концерты очень дорого стоят. И они сами жалуются, кстати, и в Инстаграме, и в социальных сетях, и в интервью, они часто говорят, что мы бы хотели, чтобы было дешевле, но, видите, они же не продают билеты, они не могут решать эти вещи. Продают агентства, директора этим занимаются, певец сам, он практически человек подневольный. Чем он известнее, тем меньше у него свободы действий, так сказать. Ну, вот, наша сегодняшняя собеседница, я вот говорю о нашем слушателе Анастасии Леведянцевой, совершенно, ну, фантастически красивый, очаровательный человек. И вот насколько, ну, вот вы называли имена Нетребко, Гаранчи тоже, ну, вот, насколько сейчас возникает, ну, вот, потребность артисту не только быть и талантливым, но еще и привлекать, ну, скажем, внешней красотой, потому что, ну, все мы помним условности оперы, когда иногда бывало, что очень уже пожилые актрисы, там, пели Джульетту, там, или... Не горочек. Не горочек, да, ну, там, каких-то таких, ну, вот, условности оперы, но сейчас вот прямо ощущение, что это, ну, вот... Это как топ-модели на входе. Да, вот, прямо вот как топ-модели. Да, потому что очень высокая конкуренция. Я даже скажу, она не высокая, она высочайшая. То есть, это стало модным. И, кстати, моду, именно как понимание этого слова «мода» привела Анна Нетребко, потому что после нее она стала дивой, секс-символом оперной сцены. И после нее, конечно, валом повалили девушки поступать в консерватории, в академии, даже зачастую без особых каких-то данных, но вот красивая. И, ну, конечно, все можно развить. Я сама как педагог считаю, что любого человека можно научить. Но тут еще момент таланта. Поэтому, если сочетается сразу в человеке работоспособность, талант, удачливость, красота, умение быстро учиться и хорошо слушать, и помалкивать, когда необходимо, то, конечно, все карты в руках, все козыри. И человек, у него практически, ну, наверное, один процент из-за того, что у него не получится. Колоссальная воля. Если все это в одном человеке совмещается и сходится, то да. Ну, насколько трудно учиться, насколько нужно долго учиться? Вот, знаете, подведу к этому ответу такой маленький случай жизни. В Фейсбуке у меня мама подписана на СНОП, на журнал СНОП в Фейсбуке. И там была статья о том, что южноафриканский таксист стал... Его пригласили различные оперные театры к себе на прослушивание, на аудиенцию, потому что он в такси пел на Сундорма, по-моему, Арию, и его записала его клиентка, выложила в сеть, и вот у него, как говорят, понеслась карьера. Вот и разгорелся страшный спор под этим постом. И все-таки я считаю, что учиться надо и много. И чудес в этом мире не бывает. Я в это не поверю скорее, чем поверю. Можно схватить звезду, какую-то мимолетную славу, как вот с тем же Николаем Басковым случилось. Он же подавал огромные надежды. И у него потрясающий голос, талант и харизма, и внешность. Но вот он понял, что может зарабатывать более легкие деньги и быстрее. И вот он как бы с оперной сцены сошел. Я считаю, все-таки учиться надо. Обязательно. Должно быть фундаментальное музыкальное образование, начиная со школы, училища. И если мы говорим про Россию, то это специалист консерватории. И если говорим о Европе, то это бакалавр и, конечно, магистр. Потому что набор предметов и разница в работе с бакалавром или с магистром, она колоссальная. То есть отношение к тебе и требования, они очень разнятся, и это правильно. То, что в магистратуре с тобой уже никто не носится, ты уже певец, ты уже артист. Многие, те, кто учатся в магистратуре, уже многие, кто где поет. Поэтому там гораздо строже и выше требования. Голос, который как инструмент принадлежит человеку, насколько, ну, во-первых, с этим инструментом мы понимаем, что надо работать. Каждый день. Каждый день причем, да. А насколько этот голос, ну, меняется ли он в жизни, меняется ли возможность? Потому что ведь, ну, для нас кажется, что, ну, боже мой, вот исполняют оперные певицы вот эту роль, эту роль. Но я понимаю, что очень многое зависит от возможностей, от тембра голоса. Да. Да, физиология. Это называется вокальная физиология. Вот здесь, опять-таки, больше все-таки можно говорить о женщинах. У мужчин не настолько сильно это меняется с годами. Все-таки мужчины гормонально более стабильны. У женщин происходят и роды, они становятся мамами. И этот процесс один из таких самых важных и серьезных, которые меняют голос. Вот если говорить о физиологии, голос меняется также от того, что человек растет, он работает, у него увеличивается количество спектаклей, контрактов, поездок, концертов, всего остального. И, соответственно, репертуар от него уже ждут более сложный. Если ты начинаешь, как, скажем, лирико-кларатурная сопрано, как вот опять-таки Аня, то ты заканчиваешь потом уже драматическим сопрано. Такое тоже бывает. И голос меняется скорее даже от репертуара. Если не говорить о детях, о рождении ребенка, то это связано прежде всего и с репертуаром. Потому что мало когда человек остается в том репертуаре, в котором он начинал. Скажем, травести певицы, травести роли, как вот, да, роли мальчиков, которые вопер, да, 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 Кирюбина, Орловский. Травести герои – это все, как правило, более молодые певицы. И потом эти певицы, или, скажем, та же Розина, Рассини, да, более легкий репертуар, хотя Рассини спеть очень сложно. Это надо особую выдержку иметь. Но, тем не менее, сейчас певицы, скажем, ранее певшие Кирюбина, поют уже более сложные, более серьезные партии и женские. Хотя есть, есть, есть случаи, вот, скажем, Чичили, Бартоли, она, по-моему, всю свою карьеру, насколько я знаю, она осталась в одном репертуаре в барочном. Но это, опять-таки, это уже специализация вокальная. Ну, вот мы продолжим разговор и продолжим нашу афишу, в том числе, буквально через несколько минут. На Болткоме разворот! Особый выпуск разворота «Культурная среда», который по средам выходит у нас на Радио Болтком. И Анастасия Лебедянцева, Меца Сопрано, приглашенная солистка латвийской оперы. И литовской, кстати. Да, да. И оперы тоже. И оперы тоже, и литовской оперы. Кстати, я понимаю, что 31 декабря будет в Вильнюсе концерт, 30 декабря в Каунасе у вас. В Клапиде и Алидис такой город. Это будет три подряд новогодних концерта, потому что ведь европейцы празднуют Рождество, а Новый год и выходные Нового года, они всегда ходят культурно куда-то, выходят на концерты или на какие-то мероприятия. Поэтому это самые такие считаются для музыканта такие, ну, важные, наверное, концерты, потому что очень много народу приходит на них. Вот. У меня будет концерт, будет немецкая и французская музыка. Это будет уже... На этот раз я уже исполню арии сольные. Сейчас мы как раз вот обговариваем программу. Маэстро Модестас Петренес будет дирижировать. Это, как, может быть, вы знаете, он раньше был главным дирижером нашей оперы латвийской, еще при Жагарсе. Вот. С ними я буду снова выступать. Большое счастье, потому что очень хороший коллектив. И очень теплый. Это будет какая-то особая такая рождественская... Нет, это... Я не знаю, вы знаете, насколько она будет особо рождественская, но это музыка популярная, немецкие арии, французские арии. То, что слушают Кармен, Шарлотта, то, что всегда все знают, узнают. То есть можно устроить себе на Новый год такое удивительное путешествие. Подарок. Уже знаешь, что делать в Новый год. Ну да. А часто приходится выступать, например, встречая Новый год где-то? Нет, у меня впервые будет. Да? Да, для меня это первый раз, и это очень волнительно, с одной стороны. И в то же время я очень уже жду, у меня уже хочется и репетировать, и приехать. Но ведь одно дело – это оперные арии, которые исполняются как в концерт, а другое дело – вот сейчас насколько требуют от оперных певцов, например, элементов актерской игры. Потому что, ну, когда вот я хожу на трансляции «Метрополитен опера», ну, раньше, в принципе, вот выходили оперные певцы, ну, просто на вонсану и пели. Да. А сейчас я просто поражаюсь, им приходится бегать по лестницам, падать, петь лёжа вообще. Знаете, сейчас уже перегиб, по-моему, в другую сторону пошёл. Вот этот баланс, когда надо было идеальным актёром быть, идеальным певцом, сейчас, по-моему, уже баланса этого нет. Сейчас надо прямо вот, если ты как циркач, то супер. То есть сейчас, ну, чуть ли не на ушах, стоя на руках, вися под куполом театра, под куполом цирка. То есть сейчас такие требования колоссальные. Вот почему вот вы в первой части программы и сказали, что внешность. И внешность, прежде всего, физическая форма. Скорее, не внешность, вот лицо, да, а именно то, как человек подготовлен спортивно, физически. Насколько он вынослив, чтобы спеть Вагнера, да, который, в принципе, адски сложный композитор для вокалиста, для любого. Надо быть специалистом по этому композитору, чтобы его исполнять. То есть помимо того, что надо спеть, надо ещё и суметь подраться на мячах, устроить дуэль, побегать по сцене за партнёром. То есть это колоссальная работа. И певцы по три, по четыре, даже по пять килограмм могут, если они ведущую партию поют, сбросить. То есть это очень много. Но ведь это ещё и, ну, я понимаю, что физическая нагрузка, то есть вот легко же сбить дыхание во время там каких-то… Вот, это всё и тренируется. Это годы тренировок, диафрагмальное дыхание. Это очень сложно, это каждый день ты занимаешься. Но если ты уже на автомате, если ты владеешь техникой на сто процентов, то есть это даже не обсуждается сейчас. То есть никаких «а может быть у меня не прозвучит», этого быть не может. У меня было это в моей жизни, поэтому я могу об этом долго говорить. То есть сейчас нет. Эта техника – это по умолчанию. Эта опция певца, она должна быть уже вот сразу. Я сразу вспоминаю старый какой-то советский фильм, ещё, по-моему, комедия Александрова, где игра снималась с Орловой, и там была сцена, когда очень хотела петь дочка хозяина без голоса, она всё время пила сырые яйца. Ой, вот это нет, это предрассудки. Яйца, предрассудки, что вот надо там… Ещё, знаете, масса всяких есть интересных у певцов примет, что там многие говорят, вот орехи нельзя. Или очень часто, вот у меня так раньше было, когда в Москве ещё я жила и выступала студенткой Мерзаковского училища, какой-то концерт, где-нибудь библиотеки для бабулечек, это самая моя любимая аудитория, самая благодарная. А почему, кстати? Ну, они прекрасные слушатели, они так всегда любят тебя, и всегда тебя принимают, даже ошибки тебя могут растить. Вот, например, вот в гримёрке собираемся уже, чтобы выходить, и вот лаком волосы обработать, и сразу какая-нибудь сопрано обязательно. Ты что, лак, это так вредно! То есть я в это не верю, на меня это не работает, слава богу, и я считаю, всё-таки, если ты петь умеешь, поёшь хорошо, это я сейчас не про себя, ни в коем случае вообще, да, если ты знаешь свою работу, то никакие орешки и никакой лак для волос тебе не собьёт вокал. Но вот с другой стороны, ведь насколько люди привыкли к раскрученным именам, вот уже к чему-то такому, что вот поставлено в афишу, и даже, по-моему, был пример. Скрипачи Джошуа Белл, вот он вышел на пешеходный переход куда-то, или в подземном переходе, вот он начал играть, и вот люди идут и вообще не обращают внимания. То есть вот, ну как бы, на его концерты всегда распроданный билет. То есть когда вот на афише там вот так, люди вот идут, им абсолютно даже… Потому что реклама. Да. Они воспринимают его как просто уличного музыканта. Ну, знаете, ну опять-таки, о ком мы говорим, да, какой аудитории. То есть всё-таки аудитория музыкальная, да, слушателей классической музыки, она большая, слава богу. Усилиями педагогов, родителей, общества мы как-то детей к этому делу подключаем и привлекаем. Но ведь основная-то, в общем-то, масса людей, она же этим не интересуется. Если ты мало-мальски, как ты в музыке чуть-чуть разбираешься, конечно, ты будешь знать, опять-таки, да, имена великих музыкантов, как Крамер, как Янсонс, дирижёр, да, как Анна Нетребко, опять-таки, или, скажем, Образцова, или Александр Антоненко, у которого вчера вот выступал в Зинтере. Вот, конечно, ты знаешь, ты, может быть, и других узнаешь, но если ты человек далёкий от этого, вот, то как? А как вот действительно можно привлечь детей, вот насколько в семье должно быть какое-то, ну, вот воспитание, то есть брать ли их уже, с какого возраста можно на концерт, или надо слушать музыку в записи дома? Как педагог скажу, да, у меня были дети, самый маленький мой ученик, ну, это, конечно, всё в кавычках, год и восемь девочка была, совсем даже не говорила, но она что-то гудела, мычала, как-то под музыку двигалась. Чем раньше, тем лучше. Конечно, учить оперному вокалу в пять лет бессмысленно, потому что физиология ещё не готова, то есть начинать можно в 16 лет, и то, если стабильный аппарат, да, это тоже такой момент. Очень тонкий, у всех по-разному связки работают, устроены, физиология разная. Но музыка, знакомить детей с музыкой надо прям вот, говорят даже, да, беременным полезно слушать классику, классику, это правда, потому что музыка особо излучает и энергетику, и потоки, и волны, и всё это очень влияет. Чем раньше это будет звучать дома, просто даже фоном, тем лучше. А с какой музыки лучше начинать знакомить детей с классической музыкой? Ну, конечно, с Моцарта. Я рекомендую с Моцарта, я рекомендую с Чайковского, потому что у этих композиторов, у Чайковского даже в большей степени, очень много написано для детей. Вот тот же детский альбом, фортепиано и пьесы, 24 маленьких пьески, их учить хорошо на фортепиано и слушать хорошо. Они очень красочно обрисовывают какие-то детские явления, скажем, игра в лошадки, зимнее утро, молитва, мама, новая кукла, болезнь, кукла. Ну, там можно долго говорить. То есть, если поискать, посмотреть, скажем, Сен Санс, великий французский композитор, у него есть цикл «Карнавал животных». Это как раз тот цикл, с которым я очень много работаю. Там про животных, там, скажем, каждая пьеска посвящена какому-то животному, можно двигаться под музыку, можно рисовать под музыку. То есть, вариантов масса, на что хватает фантазия педагога. Вот поэтому, конечно, не надо Малера включать, ребенку, или Рахманинова, или Шопе на революционный этюд. Конечно, он не поймет. Но если по чуть-чуть, по чуть-чуть вводить, знаете, как деткам прикорм дают, кабачок сначала, потом там мяско чуть-чуть, так же и музыку. Потому что вдруг это не придет, он не будет слушать. А вводить вот на концерты классической музыки можно? Ну и здесь вот именно вопрос, вдруг если ребенок… Выдержит ли, да? Да, выдержит ли, вдруг начнет шуметь. Смотрите, вводить на серьезный концерт больших музыкантов, наверное, я бы не стала ребенка, потому что он просто не оценит, не поймет, и ему будет скучно. Но обязательно вводить на различные мероприятия, которые, кстати, что в Латвийской национальной опере проходят, что в Литовской, там особенно это популярно, по субботам, воскресеньям, по выходным у них в дневное время проходят такие сборища, они там кладут всякие матрасики на пол в холле, садятся музыканты в красивых сказочных одеждах, играют классику, симфоническую какую-то музыку, и там игрушки, там родители с детками, вот они гудят, они играют, музыканты играют. И какой-то мини-рассказ про композитора опять-таки в такой детском, конечно, детском формате происходит. То есть вот эти мероприятия обязательно должны быть. И вот это то, о чем бы я думала, если бы я, скажем, в правительстве, например, занималась бы культурой, то есть вот с этого начинать. Потому что, сами понимаете, не все в семьях это будут делать. И не всех, к сожалению, есть возможность отвезти ребенка к частному педагогу или в какую-то секцию. Это требует и времени, и средств дополнительных. Вот поэтому это надо делать бесплатно, как такой благотворительный проект. Участие вот в хоровых всевозможных проектах, потому что, в принципе, ведь у нас это очень развито. И иногда, мне кажется, что мы сами даже, может быть, не понимаем, не осознаем, что люди из других стран приезжают послушать к нам наши пары. Да, это великое событие. То есть, в принципе, это вот участие в хоровом пении, наверное, тоже… Вы говорите сейчас про детей? Про детей, да-да-да. Вот здесь не соглашусь, потому что, опять-таки, как педагог скажу, у меня очень много было и есть учеников, и очень у многих, практически у всех, от хора в школе негатив полный к музыке. То есть они настолько… Всё потому, что неправильно преподают, потому что отвращение заставляет. Садись, пой эту партию, ты фальшивишь, ты там… То есть ещё и какие-то… Ребёнок получает не оскорбление, конечно, но какой-то негативный опыт с этим связанный. И это, конечно, надо пересматривать корни вообще, как преподавать музыку. Но тут опять всё упирается, к сожалению, в финансы, потому что за те зарплаты, за которые педагоги работают, это надо быть полным альтруистом. Ну вот у нас времени всё меньше и меньше. А ещё одно очень большое событие – оперный фестиваль в Сигулде с 29 по 31 июля. Пройдёт 19-й международный фестиваль оперной музыки. И в этом году пройдёт с большим размахом, потому что центральным событием станет опера Чайковского «Евгения Омегина». Феликая опера. И специально для фестиваля её ставит российский режиссёр Юрий Александров. И партию Татьяны исполняет «Маяка Валевская». Причём Ольге, значит, российская мяца-сопрано, «Мария Горцевская», а «Онегина» – баритоны США «Натан Гун». То есть получается, что… Какая сборная соляночка. Это здорово. Там из нескольких стран и очень такое интересное. Ну так всегда и бывает в театре. Бывает даже так, что ты иногда можешь не знать партнёра своего по сцене. Но это, конечно, опять-таки мы говорим о больших величинах, да, потому что у них всё буквально расписано, времени на репетиции нет, они впрыгивают в спектакли и знакомятся с партнёром уже практически на генеральном прогоне. Очень часто, да, топовые театры, да, серьёзные, как «Баварская опера», как «Венская опера» и «Метрополитен», конечно, «Ласкало», они собирают со всего мира. У них нет такого, что только русские, только латыши, только литовцы, нет. Или только немцы. Они всех собирают. Я вот, когда, помню, смотрел трансляцию из «Метрополитен опера», я обратил внимание на очень интересный какой-то находка, это была режиссёрская, наверное, вот как раз в Евгении Онегине крепостных, вот хор крепостных крестьян были афроамериканские. То есть это вот как бы подчёркивалось, но вот тут какая-то вот параллель между, ну вот, находящейся ведь освобождение от рабства произошло примерно и в Америке, и в России в одно и то же время, где-то в 60-е годы XIX века. Я, кстати, об этом даже не подумала. И вот в этом какая-то, ну, была глубокая, прямо вот, может быть, даже задумка. Да, но это, кстати, про этот спектакль скажешь, что это был русский Онегин, русский, действительно, в прямом смысле русский, потому что был Гергиев, Валерий Гергиев стоял у пульта, Анна Нездрепко пела Татьяну, и, я забыла, вот вылетела с головы, Меце из Белоруссии, Волкова, Оксана Волкова пела Ольга. То есть как бы вот основные действующие лица. Ленский был Пётр Бечела, с ним, кстати, я его видела со сцены, когда пела в этом году конкурс в «Манюшка» в Польше. Он был Ленским, и забыла фамилию, баритон, исполнявший Онегина, по-моему, тоже Олег был. Да, по-моему, тоже. Это потрясающий постановок. Да, было потрясающе. Вот это то, как раз, это та запись, с которой можно уже более взрослых людей привлекать. Я мужа своему поставила, он просто был в восторге, потому что там всё. Там игра, там потрясающая музыка, там все нюансы соблюдены просто, ну, фантастически филигранно. Никакого, никакой отсебятины, никаких ошибок, естественно. Вот, поэтому просто это вот, это как, знаете, вот азбука, есть где буквы. Вот так же вот Онегин Метрополитен, на мой взгляд, но опять-таки кто-то найдётся, сядет другая певица, она скажет, да ты что, нет, да нет, вот так постановка была лучше. Это очень субъективно. Искусство – это крайне субъективно, в этом его и сложности. Ну вот, кстати, получается, ведь каждый раз, когда вы выходите на сцену, эту арию, эту партию пили до вас огромное количество. Я знаю, что актёры, например, очень многие нервно относятся, например, там, я помню, что «Запах женщины» Аль Пачино, когда ему предлагали рулю, он даже сознательно не хотел смотреть, он очень боялся, что будет какой-то комплекс у него. Вот, зная какой-то бэкграунд, что вот до вас эту арию пели, там, величайший, вот этот груз давит? Конечно. У Мэтса Сопрано самая знаменитая партия, которую знают все, это Кармен. И когда ты поёшь Кармен, практически 60-70% будут критики. Будет скорее негативных отзывов, чем позитивных, потому что всегда найдётся певица, которая с точки зрения большого количества людей была лучше, чем ты. И здесь очень важно всё-таки помнить и знать тот момент, что не надо никого копировать. И надо всё равно выбрать своё, быть личностью и идти, ни в коем случае, не сходя с этой своей дорожки, не становиться копией чьей-то. Вот я хочу петь, как нетрепковый. Я действительно слышала такие разговоры сама. Вот мне нравится, вот я хочу как она, или я хочу как Образцова, или я хочу, скажем, как Архипова, или как Бородина. То есть, ну, не надо. Есть, конечно, вот как в повороте многие хотят цена рапить. Да, он великий, но опять-таки кому-то он не нравится. То есть, видите, тут надо быть собой. И вот это ценно. Если ты сам по себе что-то представляешь. А вот как действительно найти свой собственный голос, если ты исполняешь вроде бы уже прописанную кем-то музыку? Есть такое понятие, как тембр. Это то, почему определяют, что всегда первое бросается в уши, бросается зрителям, слушателям, всем людям. Это красота, краска. Вот это то, за что платят деньги. Ведь вот согласитесь, что вот простой обыватель, придя в театр, в оперный, он не услышит, что, например, в каденции в Россине си бемоль был вместо си бекара и, скажем, триоль не так был спет. Он это вряд ли услышит. Он услышит какой-то очень большой ляп, большую какую-то ошибку. Или, скажем, кикс, петуха, так называемого, он услышит. Но краску голоса, вот это то, это как визитная карточка. Это как, знаете, почерк художника. Вот можно узнать, скажем, всегда Пикассо. Всегда узнать. Или узнать Дали. И, потому что это свой стиль. Также и певец. Свой голос. Конечно, опять-таки, техника, мы уже это говорили, да, это мы не обсуждаем. Это должно быть вот как бы вот стандартно у всех. Тембр, умение прочувствовать, умение взять за душу. Вот эти вещи. И об этом надо думать, а не о том, как я буду петь сейчас вот этот пассаж. Это надо делать дома или с педагогом за закрытыми дверями. Это кухня. А на сцене уже думать о том, как ты чувствуешь, как ты можешь эту музыку. Вот если она у тебя мурашки вызывает, то как сделать так, чтобы она у зрителя вызвала те же мурашки? А сколько вообще вот в репертуаре обычного исполнителя этих партий? То есть это нужно держать их в уме. Всегда. Потому что никогда не знаешь, куда тебя вызовут и с каким репертуаром. Очень много. От 20, может быть, от 5 даже, смотря на какой певец, на каком он уровне, до 50-60 партий может быть. Это вот опять-таки топ величины, которых все хотят. У них там очень много. Но ведь это же еще и разные языки, кроме итальянского. Это французская опера, там есть немецкая. Латвическая опять-таки прекрасная опера. Сколько в том году, в том сезоне шло. Те же замурованные, потрясающая музыка. Я, кстати, пробовалась. Пела партию, не партию, а арию, писательница. А как вот учат язык или фонетический? Для этого существуют коучи. И в театрах всегда есть коуч, который занимается, тебе выделяют с ним время. И ты учишь произношение, ты учишь фонетику. Это обязательно. Потому что, конечно, все говорят всегда, что надо знать пять языков, как минимум. Но сами понимаете, что это сложно. Хотя такие певцы есть, и очень много таких певцов, полиглотов. Но специально существуют обученные люди, педагоги по речи, по языку. Ты должен знать каждое слово, уметь его правильно произнести, чтобы тебя в Италии не закидали за лаше к ёпьянгу, например, не закидали помидорами, потому что лаше не произносится в итальянском. То есть эти все тонкости надо знать, конечно, естественно. И чем-то лучше, тем больше у тебя этих тонкостей в арсенале. С ума сойти, как сложно. Это очень сложная профессия. Это ужасно сложная профессия. Но если ты уже впустил однажды аплодисменты, ты вышел на сцену, на поклон, и тебя хорошо приняли, и всё. Это затягивает. Правильно говорят, как наркотик, действительно. Это опера, это наркотик, музыка. Но сколько можно оставаться на сцене? То есть есть ли какие-то возрастные пределы, которые... Тут тоже такой момент, надо вовремя уметь уйти, потому что есть, не будем говорить, фамилии, есть некоторые в нашем мире товарищи, кто не может никак закончить. И это, конечно, печально. Есть люди, которые даже не замечают промахов явных, они приходят, слушают, аплодируют, но музыканту слышать это ужасно. Их немного, слава богу, таких людей, но они есть, и это очень неправильно. Нужно вовремя закончить. Если ты чувствуешь, что ты сдаёшь, либо ты уходишь в педагогику, либо ты занимаешься чем-то другим. В конце концов, масса есть смежных профессий для певца, которые не меньше радости тебе могут принести. Но видите, не все могут взять мужество и набраться мужества, смелости и закончить. Самые сложные, может быть, композиторы, которых не все могут одолеть? Современные композиторы. Это современные? Конечно. Это современные, хотя, опять-таки, Вагнер из классических, из классиков, это один из самых трудных для исполнения композиторов. Чайковский, хоть он и популярен, но про Чайковскую, правильно говорят, это русская бельканту. Бельканту – это вершина, это то, что каждый певец должен по-хорошему уметь. Как он должен петь? Да, это бельканту, красивое пение, правильное. Чайковский – это русская бельканту, его спеть непросто. А мюзиклы современные, они стоят, вот скажем, по-вашему, на уровне оперы, или это все-таки такая более попсовая версия? Бродвейская бельканта. В Америке они очень популярны, в России тоже популярны. Я, честно скажу, небольшой фанат и поклонник мюзиклов, не люблю. И они популярны для своего круга, для своей аудитории. И она подчас даже больше, чем аудитория оперного театра, скажем, оперной музыки. Все имеет право, как о рок, что рок, сколько поклонников Фредди Меркури Великого или Битлз. Тут просто надо понимать, что ты любишь, и не относить себя к чему-то одному. Я люблю, например, рок, послушайте, рэпы, и просто даже поп-музыку, даже самую такую глупую, бессмысленную. Все это настроение. А вот действительно, вот исполнители, что они слушают? Классику они слушают. Я слушаю очень много классики по роду своей второй постаси, по роду, педагогики. Мне приходится слушать, я люблю, потому что я должна готовиться к урокам. И, конечно, вместе с детками заново переслушиваешь Вивальди по 10 раз, Баха, Моцарта. И да, мы слушаем, если нужно, да. Но вот в наушниках, конечно, я сейчас выйду, пойду преподавать. Я вряд ли включу Моцарта. Я включу, может быть, что-то более современное. Ну что же, спасибо огромное. Анастасия Лебедянцева сегодня была в нашей студии. Это программа «Культурная среда». Спасибо вам, удачи. Спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Лебедянцева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова